Ирина Васильевна, вы слышите меня? Алло, Ирина Васильевна? Алло, Ирина Васильевна? Ирина Васильевна, слышите меня? Да-да. Значит, мы с вами остановились на капусте. На капусте белокам. Значит, болотово, лист свародины, болотово и капуста. Да, да. Капуста – это тоже квас? Да, квас по рецепту болотово. То есть, вместо чистотела вы кладёте мелко шинкованную, мелко-мелко-мелко-мелко рубленную капусту. Больше ничего. Всё поняла я. Значит, тут... И вот что, почему я об этом заговорил. Вот у вас есть вода, вы её пьёте, у вас есть еда, которую вы кушаете, ну, для того, чтобы поддержать физическую энергию, да, для того, чтобы у вас была энергия для того, чтобы ввести активный образ жизни. Особую диету здесь в еде не надо соблюдать. Нет, 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 вы кушать должны всё, кроме на вашем месте. Я бы, правда, обязательно ввёл в пищу в небольшом количестве, потому что нам много есть, вообще не надо, потому что мы живём с вами за счёт грамм, не килограмм. Значит, я бы обязательно льняной, творог с льняным маслом по Будвик, это вы знаете рецепт. Творог с льняным маслом? Да, по Будвик. По Будвик? Да, есть такой немецкий, есть такая, немецкий биохимик, такой крупный авторитет в этой области биохимии, который этот рецепт предложил. Это творог с льняным маслом и чайной ложкой льняного семени. Обязательно. Как это делать? Нежирный творог до 2%, 6 столовых ложек, 3 столовых ложки льняного масла вместе и чайную ложку размолотого семени льна. И через блендер пропустить, то есть как следует взбить. Разделите на две части. Одну часть съедайте утром, одну часть съедайте вечером. Нормально. Очень хорошо. Почему? Потому что льняное масло – это единственный продукт, за которым пока еще никакого вреда не наблюдалось, но в котором в очень хорошем сочетании находятся две полиненасыщенные жирные кислоты, от которых жизнь нашего организма очень не зависят омега-3, омега-6. Это в льняном масле, не в оливковом. А я принимаю норвежский рыбий жир. Вот я купила его. Вы знаете, что? Норвежский рыбий жир. Я просто для информации. Это неплохо. Но дело все в том, что в рыбьем жире омега-3 хорошо. В хорошем количестве. А омега-6 нет в рыбьем жире вообще. Не говоря уже о том, что вы должны понимать, что вот они делают свой рыбий жир из лососей. А лососи выращиваются в Норвегии. И что там есть в этом рыбьем жире хорошего для нас с вами, я не знаю. Понятно. Поэтому льняное масло выросло из семечка. Никакая модификация, ничего. Из этого семечка отжали маслом. Все. Вот это наша еда исконно русская, кстати сказать. Вот теперь, чтобы я обязательно на вашем месте ввел в рацион. Костный бульон потом. Потом. Не сейчас. Не сразу. Но о костном бульоне... Я на бульон вообще не употребляю. Да, почему? Ну, считаю, что это зашлакованность организма. Ой, Господи. А с чего вы взяли? Холестерин. Ой, Боже мой. А холестерин у вас, извините, ради Бога, источник холестерина что? Ну, всякие жирные пищи, печень, допустим. Нет, вы знаете, что, да. Если вы будете есть с утра до вечера килограммами жир, жиры, да, вы очень серьезно повысите себе холестерин. За счет чего? За счет того, что печень будет вырабатывать холестерин во много раз больше. Почему Николай Константин Борисович Болотов, то есть этот самый Заболотный, говорит о тюбаже? Потому что во время тюбажа вы из печени, из желчных протоков, печеночных протоков, сцеживаете старую желчь. Вы лишний билирубин убираете, и холестерин первый убираете, потому что источник холестерина для организма – это печень. А вы говорите о зашлакованности, да, зашлакованность у нас вокруг. Понимаете, зашлакованность, под зашлакованностью надо понимать не только плохое, но и хорошее. Лишние соли, там калия или натрия, лишние, их много в организме – это камни, которые будут образовываться. Это плохо, конечно, но это нарушение баланса. Поэтому то, о чём мы с вами говорим сейчас, это попытка привести в норму баланс в организме. Снижение потребления пищи и очищение организма, восстановление гидратации, то есть воды нормальной даём организму. Вода нормально начинает работать. Понимаете? И выходим на природные, органические продукты, такие как творог, как, кстати, даже леченых коров. Понимаете? Творог, льняное масло и всё. Это возвращение к природному балансу, который существует в растениях и в животных. Так, костный бульон несёт в себе всё. Эластин. Дальше. Это необходимые вещества для формирования, извините, костного хряща. Для того, чтобы костная ткань нормально развивалась. Это всё в костном бульоне. В костном бульоне. Поэтому говорить о том, что костный бульон станет провокатором вашего холестерина, да ни в коем случае. Вам надо печень привести в порядок. Понятно? Да. А костный бульон, кстати сказать, по медицинской традиции. Помните, я в своё время эти передачи видел, ну это было где-то год три или четыре назад, Ирина Васильевна, не помню её фамилию, доктор, очень хороший доктор, она была заведующей отделением в Москве в 13-й больнице, рассказывала о том, что самое лучшее лекарство при больных суставах, знаете что? Нет. Холодец. А что такое холодец? Страшу я вас. Ой, я сейчас быстро не... Я знаю, знаю, но забыла. В смысле, быстро не соображу. А что такое костный бульон? Это не холодец? А вот бульон чей лучше? Да какая разница, понимаете? Это же вы и существа, мы тоже животные. Единственная разница – это во время приготовления. Если вы делаете из мелких костей свиных – 48 часов, коров – 48 часов. Если вы делаете этот бульон из кур, из птицы, из хребет, шеи, лапки, вот это, понимаете? Значит, 24 часа, больше ничего. Но 24 часа или 48 часов беспрерывного, на маленьком огне, да, варенья этого бульона. Вот оно что. Вот в чём дело-то. Понятно? Это для формирования хрящей у нас в коленях, в суставах. Да, конечно. И хрящей, и костей, и всего, понимаете? Потому что проблема больных суставов – это не проблема хрящей. А проблема поступления необходимых веществ в эти суставы. Знаете, вот тут недавно в одной из программ телевизионных на тему здоровья пришла женщина, которая 8 лет подряд принимала препарат, который называется с содержанием хондроитина, которого, кстати сказать, в костном бульоне очень много. Хондроитина. Понимаете? Ей врачи клятвенно обещали, что за это время у неё всё будет хорошо с суставами. А пришла она к тому, что у неё суставы эти разрушились. По одной простой причине. Почему? Вы не задаёте вопрос «почему?». А потому, что, конечно, хондроитин – вещь очень хорошая, помогает людям. Но только в одной ситуации. Когда этот самый хондроитин с кровью поступает в сустав, в суставах, в суставах только очень мелкие сосуды. И они забиты на 80%. Ваши суставы не дышат и не живут. А они как в тюрьме. Их не кормят и не поют. Вот чем вся штука-то. Понимаете? Поэтому вот то, о чём я сегодня вам говорю, это вот первый этап, который вы должны пройти. Значит, мы с вами говорили о воде, о еде, о квасах, да? Квасы вам нужны. Ясно. Но только вот квасы тут надо очень-очень точно соединить. Значит, квас у вас – это всё-таки питание, это еда, правда? Не знаю. Ну как? Во-первых, трава. Думаю, что это питьё вообще. Во-первых, экстракт травы. Во-вторых, это те же самые бифиды и лактобактерии. В-третьих, это кислоты. Достаточно значительное содержание их. Это третье. Сахар. Это четвёртое. Вы понимаете? То есть, это, в общем, довольно питательный продукт. Поэтому этот стаканчик этого кваса вообще по 100 грамм принимается квас. По 100 грамм. По полстакана. Но если вы выпили... Перед недо или как? Вот сейчас мы с вами определим. Его нельзя принимать с едой. Перед. Его принимать надо перед едой. Либо между едой. Понятно? И вот здесь приходится делать скидку на то, что между едой-то вы пьёте воду, правильно? Потребляете воду. Ну, я так говорю, пьёте. Это не значит, что вы непрерывно пьёте воду. Конечно, нет. Ну, понятно. По мере возможности. Вот. Но вы в это время, в это время можете выпить и этот самый квас. Тогда вот эта вот вода этого кваса, она пойдёт в баланс вашего насыщения водой. Понятно? Вот теперь смотри, травы. Травы для вас очень важны. Значит, это... Листь чёрной смородины? Листь чёрной смородины. Листь чёрной смородины. Для чего он нужен? Потому что вы никогда не задаёте. Вы всегда поступаете по принципу «одна баба сказала» или «вон Алексеев сказал, поэтому надо делать». Да не надо делать, надо спрашивать, зачем. Я пишу, поэтому... Я понимаю, да, я понимаю. Дело всё в том, что вот эти вот травы, которые я сейчас назову их, которые исследовал Юрий Марк Шлевин, клинически, активно улучшают движение лимфы и движение крови в организме. В помощь этому процессу будут те кроворазжижающие препараты, которые вам назначил врач. Понимаете? А что такое... И первая задача листа чёрной смородины... Вот я огрубляю, безусловно. Не задача, а вот как бы действие. Это очищение межклеточного пространства. Понимаете? Вот стакан, тут стакан, тут стакан, тут стакан. Это всё клетки. Наша ткань, наша кожа. Вот она такая, вроде как скафандр такой, да, на руке. А на самом деле это сообщество клеток кожи, дермы. А вот между этими клеточками мы их не видим и не можем увидеть. Находится пространство. И в это пространство, почему появляются высыпания на коже, дерматозы, когда появляются псориатические всяческие дела, экземы и прочее на коже. Почему появляются, когда вот это пространство между клетками, микроскопическое, забито шлаками. Так вот, задача листа чёрной смородины – восстановить нормальную чистоту межклеточного пространства. Понимаете? Это касается не только кожи, это касается и костей, и соединительной ткани, и вашего сердца, и вашего кишечника, и вашего желудка, и вашей печени. Понятно? Понятно. Теперь. Как её делать, как пить её? Ну, делать очень просто. Берёте полтора стакана сухого листа чёрной, полторы столовые ложки. Тьфу, столовая ложка, простите, столовая ложка листа чёрной смородины. Заливаете полтора стаканами кипятка, кипятка обыкновенной воды. Полтора стакана. Даёте настояться 35-40 минут. Через 35-40 минут отсидели. Траву второй раз не используйте. Там нечего использовать уже. И вот эти вот полтора стакана настоя, который у вас появился в результате, вы принимаете в течение дня три раза. За 30 минут до еды. И вот тут прошу вас заметить и поставить восклицательный знак. Тогда, когда вы принимаете травы, не принимать квас. Когда вы закончили травы, пожалуйста, пользуйтесь квасом. Вот оно в чём дело. Понятно? Так, на протяжении какого времени я квас и травы принимаю? Травы принимаются две недели. После этого сделайте лучший перерыв. И вот во время этого перерыва квас, перерыв 10 дней, две недели, до двух недель. Здесь торопиться не надо. Это очень тонкий процесс. Главное, чтобы всё у вас выходило. Причём лист чёрной смородины обладает ещё и таким немножко мочегонным действием. У вас и с мочёй будет выходить вот это всё хозяйство. Поэтому второй травой, который вы, вот лично вы, Ирина Васильевна, вам нужно будет это, должны пользоваться, это петрушка. Петрушка принимается, готовится и принимается так же, как и лист чёрной смородины. В течение двух недель, да? Да. Но смотрите, сейчас мы с вами обсудим этот момент. Ещё есть у нас несколько минуток. Значит, смотрите, мы с вами завариваем петрушку практически так же, как и лист чёрной смородины. Столовую ложку сухого листа петрушки. Лучше, если в этом, что это будут и корни, и трава. Столовую ложку. Заливаем полутора стаканами кипятка. 35 минут. Вот здесь вот не надо держать чересчур. 35 минут настаивается. Отцедить. Вот этот лист, который появился, его можно съесть. Который после того, как вы отцедили настой, вот листочки, которые остались, можно съесть. Можно выбросить, пожалуйста. И вы принимаете его тоже три раза в день. Каким образом? Вот смотрите. За 30 минут до еды, три раза в день, вы принимаете лист чёрной смородины по полстакана. По 100 грамм, по полстакана настоя. Вы заварили полтора стакана кипятка, у вас три раза по полстакана как раз есть. Через 15 минут, после того, как вы выпили лист чёрной смородины, через 15 минут, вы принимаете настой петрушки. Те же самые 100 грамм, которые у вас получились, да, но за 15 минут до еды. 30 минут, 15 минут и покушали. Понятно? Значит, 30 минут за 15 минут, и ещё потом 30 минут я выпиваю. Нет, 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 нет. Вы 30 минут начали выпили лист чёрной смородины, через 15 минут выпили петрушку, а через 15 минут начали кушать. Правильно? Угу. И так три раза в день. Перед завтраком, перед обедом, перед ужином. Понятно? Угу. Вот теперь смотрите, пожалуйста. У вас тут... Вот эти травы, во-первых, они выполняют две роли. С одной стороны, они очищают ваш организм, причём очень серьёзно. Петрушка входит в этот список трав, которые предложил Юрий Маркович Левин. Входит. Мало того, вы же собирались поесть, вы выпили один настой, через 15 минут вывели другой настой, ваш организм уже получил некое количество продуктов для производства энергии. Всё есть. Поэтому вы съедите во время завтрака меньше. Понятно? Угу. Это правильный режим питания, ко всему прочему. Потому что на России было принято. Понимаете? Вот я был маленький, рос в деревне, и я помню как. Мы садились, ставили миску на стол, и мы ели из одной миски всей семьёй. Угу. Понимаете? Мы заканчивали есть первое, скажем. Эта миска убиралась, и мы через какое-то время, минут через 5-10, мы ели второе, если оно было. кашу или что-то там, или картошку, или что-то, но через 15-20 минут это правильный режим питания. У вас здесь получится через 15, через 15, и вы насытились меньшим количеством еды, которое вам бы надо было. Понятно? Да. Да. Вот теперь смотрите, пожалуйста. Две недели травы, две недели квасы, две недели травы, две недели квасы. Что в это время надо ещё делать? В обязательном порядке, пожалуйста, очень вас прошу. Солевые ванны. Комфортные солевые ванны. Обязательно. Начнёте потихонечку делать, после третьей, четвёртой ванны начнёт возвращаться сон, и вы будете спать, как младенец. Понятно? Угу. Ванны можно делать через день. Они разные бывают. Ну, вот я сегодня сказал просто про соль. Обыкновенную крупную соль. Понятно? Да. На ванну больше полукило соли не класть. Ванна длится 15-20 минут, максимум через 20 минут вылетайте из ванны, ложитесь в постели, укрывайтесь. Понятно? А сколько ложить соли на ванну? Я только что сказал. 500 грамм. Я не поняла. 500 грамм. Да, 500 грамм. Самое большее. 500 грамм. Можно 400, но лучше 500. Угу. Понятно? Всё у нас заканчивается. 15 секунд осталось. А температура 38? Да, 37, 38, 39 максимум. Друзья мои, до свидания. До следующих встреч. Извините, встретимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok